А вы заплатили налоги? Судебные приставы продолжают работу с должниками по имущественным сборам. Сотрудники ГИБДД уже арестовывают вместе с судебными приставами должников по налогам. Проехали по улице на шагающем автобусе. В Альметьевске прошла акция юных инспекторов движения. В темное время суток взрослые дети должны надевать флигер, чтобы водитель мог заметить. Кино под музыку и музыка для кино. Арт-гостиная открыла сезон. Нет ни одного фильма, который бы шел без музыки. Потому что музыка может своими ладами передать то, что не говорит герой. Более 7 миллионов рублей взыскано судебными приставами с должников в течение этого года. И это только физические лица. Еще более 16 миллионов взыскано с организаций. О том, сколько еще задолжали альметьевцы и что грозит нарушителям налогового законодательства, в нашем материале. Задолженность по имущественным налогам с физических лиц в Альметьевском районе составляет более 30 миллионов рублей. Напомним, что налог на имущество, транспортный и земельный налог за 2015 год необходимо оплатить до 1 декабря этого года. К работе по взысканию долгов подключаются все службы. Прокуратура, налоговая инспекция. Ведут работу судебные приставы, а также исполком района. На сегодняшний день у нас порядка 10 миллионов. За последние полгода порядка 10 миллионов мы взыскали этих долгов. Нужно сказать, что судебными приставами было отработано 838 человек. Только ими была обеспечена оплата порядка 7,5 миллионов рублей. В случае неуплаты налога в добровольном порядке к должникам применяются меры принудительного характера в виде ареста на имущество. Арест накладывается на квартиры, гаражи и автотранспорт. Причем арестовываются прямо на дороге, на трассе, потому что все уведомления, которые судебные приставы сформировали, они были направлены в ГИБДД. И, соответственно, сотрудники ГИБДД уже арестовывают вместе с судебными приставами должников по налогам. Судебными приставами наложены аресты на 8 автомашин, 3 квартиры, а также на имущество, находящееся в жилых помещениях должников. Накладывается арест на банковские счета со списанием денежных средств для погашения задолженности. Также должникам грозит удержание и заработные платы в размере 50%. Власти города и района напоминают, что уплата налогов не только обязанность гражданина, но и необходимые условия для обеспечения жизнедеятельности государства. Ведь именно средства, поступающие от налогов, формируют бюджет республики и района. Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. 1 октября в России стартовал осенний призыв вооруженные силы. В исполкоме района прошло совещание призывной комиссии. 196 парней из Альметьевска готовы к армейской службе. Напомним, весной этого года были призваны 224 молодых альметьевца. Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Первая отправка новобранцев состоится 18 октября. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это касается и правил дорожного движения. Отдел ГИБДД Альметьевского района и Альметьевский филиал дирекции финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения провел очередную акцию «Шагающий автобус». Юным инспекторам дорожного движения не только рассказали, но и показали, как нужно вести себя на дороге. Светоотражающий жилет в руках красный флажок, а рядом мультяшный регулировщик. В таком снаряжении отряд юнитовцев собрался у пешеходного перехода около торгового центра «Панорама» для участия в акции «Шагающий автобус». Колонна юных инспекторов движения во главе с автоинспектором Ильгизой Курамшиной начала маршрут с регулируемого пешеходного перехода. Затем отправилась к нерегулируемому. Как переходить дорогу, где должны ходить пешеходы и для кого предназначены велосипедные дорожки, об этом говорили в первой части акции. Перечислите, кто является участниками дорожного движения, как вы думаете? Пешеходы, раз, велосипедисты, водители, два, еще, когда вы едете в автобусе, вы кто? Вы участники дорожного движения? В акции «Шагающий автобус» принял участие специалист управления культурой Ренат Мусин. Он тоже рассказывал детям, как важно быть внимательным на дороге. Юидовцы теперь знают правила дорожного движения, как свои пять пальцев. В темное время суток взрослые и дети должны надевать фликер, чтобы водитель мог заметить. Нужно переходить пешеходный переход только на зеленый свет светофора. Во второй части акции дети в игровом форме повторяли правила дорожного движения и побывали в гостях из «Казки». Попасть на другую сторону улицы, как правильно перейти дорогу. Сначала надо сойти с велосипеда и прямо пройти... Держи азарик? Да, пройти... Проещую часть? Проещую часть. Правильно. Чтобы ребята не забывали правила дорожного движения и всегда их соблюдали, инспектор отдела ГИБДД Ильгиза Курамшина вручила им памятные подарки. По словам организаторов акции, важно, чтобы после таких акций дети чувствовали себя непосредственными и полноправными участниками дорожного движения. Алия Калимулина, Ильдар Гимаев, Альметьевск ТВ. В дежурную часть Альметьевского отдела полиции обратился 37-летний житель Заинского района и сообщил о том, что в Альметьевске был угнан его автомобиль. Следствие выяснило, что потерпевшие вместе с супругой хотели снять квартиру в Альметьевске и занялись поисками жилья. Один из знакомых тут же предложил свою помощь и быстро нашел квартиру. Подъехав к дому, молодой человек заявил, что ему нужно поговорить с хозяйкой и зашел в подъезд. Через некоторое время вышел и сказал, что обо всем договорился и отправил их в квартиру, а сам остался в машине с девушкой, родственницей потерпевшего. Под предлогом перепарковки автомобиля он высадил девушку и скрылся в неизвестном направлении. Позже оказалось, что квартира, куда их отправил молодой человек, уже давно сдана и их там никто не ждал. Узнав об угоне и об обмане, мужчина тут же обратился в полицию. Сразу после того, как он уехал, из подъезда выбежала недоуменно супружеская пара. Оказалось, что квартира, куда их отправил подозреваемый, уже давно сдана. Узнав об угоне, мужчина тут же обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника вблизи одной из деревень Зайнского района. Им оказался неоднократно судимый 26-летний житель Альметьевска. Автомобиль изъят в технически исправном состоянии и будет возвращен владельцу. В рамках Всероссийского конкурса программ социального развития регионов «Колледж будущего Татарстана» удостоен премии имени Александра Починка. Проект «Колледж будущего Татарстана» признан победителем в номинации «Развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере». По этому поводу президенту Татарстана Рустаму Миниханному в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» 1 октября была вручена награда и диплом от заместителя председателя правительства Российской Федерации. В «Колледже будущего» организовали экскурсию для журналистов. Главная задача проекта «Колледж будущего Татарстана» – это обеспечение машиностроительных предприятий региона высоко квалифицированными рабочими. В «Колледже» обучаются более 210 студентов Альмитинского профессионального колледжа. Учебная база состоит из 8 современных лабораторий. Учебное оборудование аналогично тому, какое используется на реальном производстве. После окончания обучения каждый из студентов может полноценно работать на современных промышленных предприятиях по нескольким специальностям. Я думаю, наши студенты, занимаясь на этом оборудовании, будут абсолютно готовы. На любом предприятии, где стоит такое оборудование, оно стоит на многих предприятиях, в нашем стране, в нашем комплексе, не только нашей республике, но и всей стране. Воспитанники колледжа также принимают участие и в чемпионате рабочих специальностей по стандартам WorldSkills. Так, Шухрат Джураев неоднократно становился призером отборочных туров в компетенции мехатроника. Также в данных лабораториях есть такие большие возможности, чтобы учиться и развиваться в этих областях, даже одновременно по нескольким специальностям. И благодаря практическим знаниям мы с моим напарником Александром Шевченко заняли второе место в региональном чемпионате WorldSkills. В следующем этапе планируем взять золото. Так что будем стараться. В 2016 году состоялся первый выпуск студентов колледжа будущего Татарстана. 38 выпускников получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Студенты освоили наиболее востребованные в машиностроительной отрасли специальности. Электромонтер, технолог обработки металлов, станочник широкого профиля. Часть ребят трудоустроена на Алнасе. Они проходили здесь производственную практику. Выбрали Алнас в качестве предприятия, где они хотели бы развиваться и строить свою карьеру. Несколько специалистов на сегодняшний день работают. И эти ребята показали себя очень хорошо. В настоящее время идет строительство учебно-лабораторного комплекса общей площадью 1000 квадратных метров. Там студенты смогут получать и развивать навыки, необходимые для работы на современном производстве. Завершение строительства планируется на конец этого года. Именно в данном учебно-лабораторном комплексе будут заниматься и победители соревнований «Олд Скиллз». А также мы планируем привлекать и уже в настоящее время идет подготовка студентов и обучающихся для участия в национальном конкурсе «Олд Скиллз Хай Тек» и «Джуниор Скиллз Хай Тек», которые будут проходить в городе Екатеринбург в начале ноября. Обучение в колледже бесплатное. Каждому студенту предоставляется социальный пакет, включающий бесплатное питание и медицинское обслуживание. Отличникам и хорошистам, а также призерам соревнований «Олд Скиллз» выплачивается стипендия. В колледже действует немецкая система образования. 40% учебного времени ребята изучают теорию, а 60% закрепляют ее на практике. Тут мы пишем, смотрим, а там мы уже застанем за станком, нам интереснее, как все это происходит, как все это обрабатывается. Мы уже получаем свой опыт. Радик Рахимов, Полина Сураева, Ильдар Гимаев, Альмитиск ТВ. 29 сентября на 352-м километре автодороги Казань-Оренбург сотрудниками ГИБДД отдела МВД по Бавлинскому району был остановлен большегрузный автомобиль «Вольво». Водитель фуры, 36-летний гражданин Республики Башкортостан, предъявил сотрудникам ГИБДД накладные, согласно которым в фуре находится компот «Богдан» в ассортименте. В ходе досмотра стражи порядка вместо безалкогольных напитков обнаружили крепкий алкоголь в общей сложности 23 252 бутылки водки, царская охота, хартицы и золото славян. Таким образом, из незаконного оборота было изъято 11 тонн 626 литров алкогольной продукции, которая вскоре будет направлена на исследование. В Татарстане проводится конкурс «Лучшая организация деятельности Совета отцов». Его цель – поддержка и развитие деятельности родительской общественности и повышение статуса отцовства. Школа номер 10 – одна из трех школ Альмитиска, которые принимают участие в конкурсе. Накануне на базе школы номер 1 прошли соревнования по флорболу, участниками которых стали ученики школы номер 10 и их родители. Играли две команды – команда детей и команда отцов. Схватка была жаркой, старшее поколение ничуть не отставало от младшего. Но все-таки опыт взял верх. Дружеская встреча завершилась победой команды отцов со счетом 6-2. Музыка и кино – что объединяет эти два вида искусства и могут ли они существовать друг без друга? Ответ на этот вопрос знают юные музыкальные дарования Альмитиска. По традиции, в первый четверг октября арт-гостиная вновь открыла свои двери для любителей искусства. Музыка из кинофильма «Мой ласковый нежный зверь» в исполнении учеников детской музыкальной школы номер 1 открыла очередной вечер арт-гостиной. Уже шестой год этот проект, организованный картиной и галереей, совместно с Альмитиским музыкальным колледжем и детской музыкальной школой радует любителей прекрасного. 2016 год объявлен в России годом кино, а последний не может существовать без музыки. Именно это доказали юные музыканты. Как известно, все, что не скажешь словами, музыка скажет за нас. Поэтому очень часто, во-первых, нет ни одного фильма, который бы шел без музыки, потому что музыка может своими ладами передать то, что не говорит герой. Например, герой стоит и думает, а в это время звучит прекрасная музыка. Поэтому это два вида искусства дополняют друг друга. Звучала музыка как из отечественных кинофильмов, так и зарубежных. Всем известную мелодию с кинофильма «Игрушка» на синтезаторе исполнила ученица детской музыкальной школы Анастасия Юшкова. Музыка и кино переплетаются не только на экране. Многие песни посвящены героям кинематографа. Одна из них написана композитором Раймондом Паусом. Прозвучала в исполнении юной вокалистки Альсины Арслановой. «Ты с экрана смотришь снова в огромный зал. Чарли, чарли, великий маг. Не промолвим даже слова. Ты все сказал». Прозвучали и «Леди совершенства» из фильма «Мэри Поппинс» и «Кот в мешке» из фильма «Выше радуги». Вторая часть вечера включала в себя знакомство с живописью, выставленными в галерее работами. Это новшество – экскурсию по галерее. Организаторы собираются сделать традиции. Эдуард Прокопьев, Альмитиск ТВ На этом наш выпуск подошел к завершению. Я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин